Здравствуй, YouTube! Наконец-то я закончил кастомизацию своей китайской милитари. Ну, кастомизация в данном случае очень громкое слово. Это скорее доработка ее под себя, под то состояние, которое я считаю для нее адекватное. И только доведение до этого состояния собственно говоря, для меня означает что этот нож у меня останется. Ну, начну с того, что было сделано первым делом, значит, это, в принципе, технически самое простое. Это сатинирование клипсы. То есть клипсы я сначала отполировал дремелем, пастами и так далее, до зеркального блеска, а потом сверху навел аккуратный продольный сатин. Это 800-я 800-я наждачная бумага, значит, ручками не так много времени это занимает. Клипсы все-таки не клинок, поэтому, да, конечно, нормально. Вот. Ну, и для того, чтобы нож был, скажем так, единым комплектом, тот же самый сатин, точно таким же макаром я навел и на клинке. Ну, и, соответственно, клинок, конечно, это закаленная железка по сравнению с клипсой. Здесь я немножко дольше вазюкался, но все равно это не так страшно, не так сложно оказалось. Ну, а дальше основной проблемой этой мили была, собственно, рукоять, ради которой она покупалась. Ну, то есть, белый G10, это, конечно, ну, на мой взгляд, опять-таки, на мой личный взгляд, так сказать, это красиво. Можно его вот так вот подзасветить, можно его, наоборот, подзатемнить, но в любом случае это белый G10. Так вот, белый G10, он, чем он, скажем так, был плохо? Он был шершавый. Из-за того, что он был шершавый, достаточно было вот так вот потереть пальцем, как бы, естественно, как напильник это все с пальца снимало и кричневело, чернело, там, в зависимости от того, насколько руки чистые и грязные. Вот, значит, какое-то время я носил с джинсами, то же самое было и от джинсов, то есть, у меня половина рукояти была черная, половина синяя. Ну, в итоге, да и надо было сказать по правде, что совершенно никаким образом вот эта насечка при этом не держала палец, то есть, рукоять все равно была скользкая. Ну, и было принято решение ее полировать. Сначала я попытался сделать это бормашинкой, нет, просто плоскость соблюсти руками это очень сложно. Вот, ну, добрался до хорошей эксцентриковой шлифмашинки промышленной, ну, и, соответственно, как бы получилось. В итоге у меня здесь вот идеальная плоскость, которая к краям заваливается слегка вниз, то есть, я убрал немножко, да не немножко, а местами прилично убрал фаску, которая была, то есть, скруглил все края, убрал фаску изнутри, вот здесь вот она была жуткая совершенно. вот у меня был не на одном уровне спейсер после полировки и он был какой-то очень странноватый, из какого-то странного алюминия. Спейсер и G10 были на разных уровнях, сейчас все одинаково, вот, ну, и, соответственно, здесь изнутри, естественно, тоже все сделано, изнутри, в смысле, со стороны клипса, и по клипсу, естественно, снимал я об этом, на фоне этого получилось следующее, давайте покажу, попробуем сфокусироваться, вот так вот, то есть, видно рисунок G10, но это только рисунок, то есть, реально он абсолютно гладкий, абсолютно гладкий, финиш здесь 240-ая шкурка, и сверху я руками буквально чуть-чуть потер 800-ый, вот, значит, именно такой финиш, вот этой 240-ой шкуркой, дает следующее, то есть, рукоять, в общем-то, она не скользкая, ну, для сравнения, хоть она и некорректная, вот полированный же G10 Benchmade, и вот полированный же G10 здесь, то есть, ухватистость примерно одинаковая, соответственно, нормально, более того, если рукоять намочить, ну, с вашего позволения, не буду, то есть, если руки мокрые, то она цепляется лучше, то есть, абсолютно сухая рука проскальзывает сильнее, чем влажная, поэтому практичности абсолютно не убавилось вообще, при этом, значит, сейчас еще раз фокусируем все, ну, давай, вот, при этом, из-за того, что фаски поснимались пошире, из-за того, что все это вот так вот сделано, из-за этого нож воспринимается визуально совершенно иначе, на самом деле, совершенно иначе нож воспринимается визуально, мне он очень нравится теперь, причем вот именно внешность его, он за то время, что я им играюсь уже после полировки, пока не запачкался, но, скажу честно, я вот сегодня приехал с полировки и сразу же сел снимать видео, потому что, ну, очень-очень эмоциональный момент, мне понравилось, вот, чего пока не делал, пока нож не точил, поэтому по стали, опять-таки, вот этой 9 Chrome 18 сказать ничего не могу, у меня еще один нож появился из этой стали, так что по этой стали я сформирую свое мнение, дальше, механика ножа, значит, люфта никакого нету, абсолютно, при этом механика вот такая, при этом лайнер очень сильно давит на клинок, вот можно услышать, вот этот звук, этот вот шарик ходит по клинку, потому что, как только мы убираем как следует лайнер, клинок сразу падает, то есть он просто будет вот болтаться, вот так вот, при этом, при таком ходе клинка у нас, ну, давай, при таком ходе клинка, он у нас, в общем-то, по центру, ну, я не знаю, можно, конечно, взять какую-то точную измерительную технику и найти здесь отличие, вот, но, в целом, в пределах миллиметра погрешности, меньше чуть-чуть, он реально по центру, ну, собственно говоря, я действительно получил клевый ножик, теперь, это прям вот, ну, приятная, очень штуковина, у меня была мысль, вот, я помню, кинуть в ящик инструментальный, но, что-то я подумал, подумал, да нет, нарядный, красивый ножик получился, достаточно с хорошей механикой, я люблю финиш с сатином, с сатином там-сям, почему бы не использовать, собственно, буду и десишничать его, время от времени, мне понравилось, что я с ним сделал, мне понравилось, как это получилось, и, надо сказать, что, если бы вот он таким выходил с китайского завода, конечно, он был бы сразу дороже, поэтому, ясен пень, как бы ты или это делаешь сам, или, конечно, не делаешь, вот, но за те деньги, что я его купил, и учитывая, что все вот эти вот дополнительные манипуляции, скажем так, да, у меня не заняли ни средств особых, ни проблем, как бы, да, я все это делал, там, ну, грубо говоря, по дороге, по Аказии и так далее, ну, только время, да, фактически растянулось, вот, то надо сказать, что за те деньги, которые я за него заплатил, это просто очень хорошее предложение, то есть, просто очень хорошее предложение, вот, если до этого я думал, что, собственно, эту штуку надо там, забить на нее, продать или еще что-то, и собирать деньги на настоящую милю, я, пожалуй, пока еще подумаю на эту тему, на этом все, эпопея с этим ножом закончилась, я реально доволен результатом, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, до новых встреч в интернет-эфире, надеюсь, вам было интересно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok